Наезд на пешехода – самое частое ДТП в больших городах. И школьники – самые уязвимые на дороге. Руководители администрации Кировского района знают об этом не понаслышке. Больше 20 лет проработали в ГАИ. И вот теперь постоянно встречаются со школьниками и в интерактивной форме знакомят с правилами и особенностями дорожного движения. Школьники до 18 лет, не получая водительского удостоверения, они как бы не углубляются в понимание правил дорожного движения, в знания поверхностные. От этого приходят неутешительные результаты. Это аварийность с детьми на уличной дорожной сети. Результаты уже заметны. Количество ДТП с участием маленьких пешеходов в Самаре по сравнению с прошлым годом снизилось. Преподаватели отмечают – правила не мешают изучить и родителям, прежде чем объяснять их ребенку. Часто детям прививают искаженные знания. Вот, например, спросили любого ребенка, как правильно обойти трамвай, как автобус. Они хором прямо. Трамвай спереди, автобус сзади. Почему? Потому что, чтобы видно было, чтобы сзади видно. Почитайте правила дорожного движения. Где это написано? Это нигде нет. Теперь послушайте, как правильно. Его обходить вообще не надо. Он уехал, и все, и проблем нет. Все улыбаются, смеются действительно вроде. Все предельно просто. Урок по правилам дорожного движения в 157-й школе – обычное дело. Безопасности здесь уделяют много внимания. Проводят классные часы, беседы с родителями, работает отряд юных инспекторов. Каждый родитель у нас имеет памятку, как нужно правильно объяснить ребенку правила дорожного движения. И с 1 по 8 класс у каждого ребенка в дневнике вклеена схема безопасного движения в школу. Интерактивные уроки посещают школьники с 1 по 8 классы. В планах организовать встречи со старшеклассниками, разговаривать с ними не только как с пешеходами, но и как с будущими водителями. Олеся Корецкая, Сергей Баскин, События. Во-первых, я хочу сказать, что...